Поиски довольства Всевышнего через служение людям. Это искреннее стремление проходит практически через весь жизненный путь Мирзы Хаджи Магомедова. Служение людям – это передача им истинных знаний. Именно это было главной ценностью для Мирзы Хаджи и многих других наших праведных предков, которые не искали комфорта и удобства на этом свете, а стремились к деяниям, несущим пользу в вечной жизни. Деяния, которые продолжают помогать человеку и после его смерти, – это полезные знания, которые он передал людям. Мирзи Магомедову 84 года, и около 60 из них он передает исламские знания, при этом не прекращая самообразование, ведь получение знаний – это процесс, который продолжается от колыбели до могилы. Так должен жить праведный мусульманин, ведь его праведность умножается в процессе познания религиозных наук и строгого соблюдения правил шариата. Родился в селении Акуша. Когда исполнилось три года, семья переехала в селение Улуая, Левашинского района. Здесь я и окончил школу. Закончив изучать Коран, продолжил обучаться у местного имама Хизри Хади, который обладал большими религиозными знаниями. В 1957 году нашего имама забрали в село Губден, и мы переехали вместе с ним. Нас учеников было двое, и до 1959 года мы учились у него в Губдене, изучая грамматику, логику, единобожие. Я изучал все это для того, чтобы соблюдать и знать религию. Субтитры создавал DimaTorzok Мирзахаджи всегда помогает, как я районный имам, всегда получает советы. И для меня всегда двери открыты, в любое время я могу задать вопрос и получить ответы. Также он здесь преподает, вот в Мадресе, он уже давно урок ставит здесь. Для распространения религии он много делал и делает до сих пор. Когда мы начали учиться в Улуая, нас не оставляли. За нами следили, днем невозможно было учиться, поэтому мы скрывались, ходили на уроки ночью. А в Губдене учеба давалось легче. Там заранее предупреждали об опасности. К примеру, говорили, что в такое-то время могут прийти и проверить. Нас было девять. Шестеро братьев и три сестры. Все были старше меня, и все они умерли. Остался я один. Живу с ним по соседству. Через дорогу у нас, на той стороне дороги он, за спиной Мирзахаджи. Я через дорогу живу. Поэтому я его хорошо знаю, как хорошего человека. В Дагестане, в Северном Кавказе известный ученый Большой Алим. Хороший очень человек. И свои знания передает подрастающему поколению. У него многие учатся. И хороший семьянин, хороший человек, уважаемый человек у нас. Имам Аль-Газали сказал, верующие любят уединение. Комната, в которой можно уединиться для поклонения, была у многих богословов. Есть такое помещение и у Мирзахаджи. Его библиотека за годы преподавания и обучения достигла внушительных масштабов. Множество книг разных эпох и авторства видных богословов являются непременными спутниками богослова всю его жизнь. Эта книга, которую Мирзахаджи сам составил. Здесь есть 185 ученых Алимов, которые в Дагестане. Вот их биографию здесь он составил от рождения, когда они родились, и всю их жизнь, где они работали, и в каких местах они делали работу, имамами работали и так далее. Улемаи Даргауфи Гарни Ашрин. Мы повторимся в наших детях. Слова эти несут глубокий смысл. Ведь дети повторят то, что делали их родители. В этом отношении Мирзахаджи подал лучший пример своим потомкам. У него семеро детей, один из которых Хафиз, то есть знаток, выучивший Коран наизусть. А другой все еще продолжает изучать религиозные науки. Таким образом, жизненный путь отца стал для детей маяком, осветившим правильную, истинную дорогу в жизни. Сегодня люди не знают свою религию полноценно. Это и стало причиной высокого уровня убийств, наркомании и всего плохого на земле. Религия Ислам идет против всего дурного, всего неодобряемого. Если люди будут изучать религию должным образом, проблем станет значительно меньше. Это и есть мой призыв. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...